Музей Ульяновского автомобильного завода. Может быть он не такой большой, как у именитых автогигантов. Но количество поистине уникальных экспонатов удивляет. Большинство из представленных здесь моделей существует в единственном экземпляре. Но речь пойдет не об экспозиции. Скоро в музее УАЗа займет место еще один автомобиль, ставший настоящей легендой. Последний УАЗ 469. Его история началась еще в 1958 году. Именно тогда встал вопрос о замене устаревающего ГАЗ-69. Дорогу от экспериментальных машин с индексом 460 до серийных образцов 469 Козлик прошел за 14 лет. По советским меркам нормальная практика. Спустя еще 15 лет в 1986 машина подверглась, как сейчас принято говорить, рестайлингу. Получила усилитель тормозов, доработанный двигатель, жесткую крышу и новое имя 3151. С этого же момента появилась возможность приобрести эту модель в личное пользование. В 2003 году на смену 469, а вернее тогда уже модели 3151, пришел Хантер, который отличался экстерьером и кое-какими техническими доработками. В частности, снаружи внедорожник украсили пластиковыми накладками на бампера и решетку радиатора. А цельная металлическая дверь багажника стала открываться вбок. В приводе колес установили мосты типа Spicer. Со временем коробку передач заменили на корейскую, фирмы DIMOS. На передней панели появилась пластиковая накладка, а примитивные кресла уступили место более гражданским и комфортным. За все время производства классического УАЗа был выпущен не один миллион автомобилей, причем в разных модификациях, от удлиненной версии до бортового грузовика. Но говоря о легендарности ульяновского внедорожника, хотелось бы вспомнить не о количестве модификаций, а о том, в чем действительно преуспел УАЗик. Мало кто знает, что наши УАЗы хорошо известны и за рубежом. Во-первых, в свое время отечественным внедорожникам очень заинтересовались итальянцы. К примеру, компания братьев Марторелли охотно закупала, дорабатывала и продавала УАЗы у себя на родине. В первую очередь они устанавливали дизельные моторы, или Пежо, или Фиат, или собственный ВМ-мотори. Такие машины предлагались итальянцам под именами УАЗ Марафон, Рейсинг и Дакар соответственно. Недоработанные машины продавались как УАЗ Эксплорер. Помимо этого, сборка и производство УАЗов было налажено в Германии, Вьетнаме, на Кубе, в Азербайджане, на Украине и даже в Америке. В Китае долгое время выпускалась собственная интерпретация УАЗа под названием Бейджин 212. На счету УАЗа имеется и множество рекордов и побед. В 1978 году в Сан-Ремо 469 получил серебряный приз за победу в чемпионате Италии по автокроссу. В 1974 УАЗ 469 стал первым серийным автомобилем без специальной подготовки и дополнительного оборудования, покорившим Эльбрус, отметку 4000 метров. Также УАЗику принадлежит мировой рекорд по вместимости легкового автомобиля. Внутри машины уместились 32 человека, общей массой 1900 килограмм. Причем по условиям установления рекорда УАЗик смог тронуться с места и проехать с этой нагрузкой. И вот настало время прощаться. В конце этого года с конвейера сойдет последний Хантер. В честь этого события завод выпустит лимитированную прощальную серию внедорожников, которая также приурочена 70-й годовщине Победы. Отсюда и название «Победная серия». От обычного Хантера «Победная серия» отличается наличием аэрографии в стиле фильма «В бой идут одни старики» внедорожной резиной и стальной защитой рулевых тяг и моторного отсека. Кузов «Победной серии» выкрашен в классический военный зеленый матовый цвет. Колесные диски черные. Исполнение самое простое, близкое к военному. Бампера металлические. В салоне никакого пластика. Сидения дермантиновые. Каждый покупатель Хантера из «Победной серии» получит в подарок вот такой набор настоящего мужчины. В который, собственно говоря, входит вещмешок с символикой «Победной серии». «Победной серии». Военный походный котелок. Набор приборов. Военная плач-палатка. И шансовый инструмент. «Победная серия», как и полагается, будет выпущена ограниченным тиражом. Едва ли завод сможет повысить свои продажи за счет этой серии. Но для настоящих поклонников модели это прекрасная возможность стать владельцем редкого и знакового автомобиля.